На грани экокатастрофы специалисты требуют от чиновников, ответственных за состояние окружающей среды, объяснить, куда ушли деньги, кто стоит за предприятиями, загрязняющими воду. Все подробности в нашем материале. Несколько сотен активистов из большинства областей страны напомнили власти о надвигающейся экологической катастрофе. Речь идет о загрязнении водоемов. Мы с моими товарищами приехали из Винницы, которая раскинулась, как раньше сказали, на мальовничьих берегах Певденного Бугу. На самом деле они уже давно не мальовничьи, и Певденный Буг давно уже речкой тяжко назвать. В доказательства из регионов привезли и пробы воды, и мертвую рыбу. Все запаковали в четыре пакета. Вот там сом есть, десятикилограммовый сом, которого нашли с дохлым под задухи в нашем Дніпре. Если вы сейчас это откроете, поверьте мне, про эту акцию дознаются все в округе километра. Посмотреть неможливо. Активисты уверены, власть должна ужесточить наказание для загрязнителей водоемов. Предложение передали народному депутату Сергею Рудыку. Звернулося до меня Зелені з великим проханием, как лоббиста их интересов в парламенте, зареєструвати и пролоббювати проходжение. Бо это намного больше важно, чем просто зареєструвати законопроект, который сделает криминальную ответственность, конфискацию майна до семи лет. У нас есть с 12-го года великая, гадная государственная программа «Сбережение речек Украины». Так вот, мы порахували, что в 2016-2017 году на очистку всех речек в нашей державе было вытрачено аж по 200 тысяч гривень. Участники акции и сам нардеп уверены. Вопрос о том, куда ушли деньги, необходимо задать и в Верховной Раде, и в Кабинете Министров. Наша акция, она безстроковна. Будем ее вести, пока не звернуть увагу наших можновладців. Экологическая ситуация в стране очень скоро отразится на жизни всех без исключения украинцев, уверен нардеп. Ведь загрязнение реки и озер напрямую связано с работой предприятий, которые обеспечивают фильтрацию воды. 15 червня остановил свою работу единственный, по сути, монополист, предприятие Дніпро-Азор, которое производит жидкий хлор, без которого ни один директор або технагляд водоканалу не имеет права принять, отпустить воду. Вот такую воду, что происходит? Это вода идет в кран, проходит система очистки, и дальше идет в кран и вживает люди. Если этого хлора не будет, а его не будет через 20 дней, с сегодняшнего дня, то не будет что очищать. Кишковая палочка – это будет самый минимум, что люди отримают после споживания этой воды, даже если они будут ей 25 раз кипятить.